А как вы перекидываете файлы с телефона на телефон? Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Мне кажется, Bluetooth как-то не прижился, потому что он медленный. Лично я использую Telegram или файлообменник, даже если нахожусь рядом с получателем. Однако понятно, что технологии не стоят на месте и в Android появилась такая функция, как обмен с окружением. Или необайшеринг, если у вас англоязычная система. Обозначается вот такой иконкой. Если вдруг в верхней панели такой иконки нет, просто нажимаете на сортировку, находите иконку в серой зоне и перетаскиваете в белую зону, то есть зону активных иконок. Итак, нажимаем. Говорит, что нужно включить геолокацию, Bluetooth и Wi-Fi. Включаем. Собственно, технология обмен с окружением использует Bluetooth, Wi-Fi и мобильный интернет для передачи данных. За счет чего достигается очень приличная скорость. Геолокация ей нужна, чтобы понять, кто именно находится рядом с вами. Тут вы выбираете, кто этот кто, то есть кто будет вас видеть. Честно говоря, у меня ни разу не сработала связь с контактами, поэтому я всегда выбираю для всех. А после передачи файлов перевожу на никто. Я думаю, тут в режиме с контактами есть какая-то проблема с подтверждением номера. Он у меня подтвержден, но Google все равно чего-то там не видит. В любом случае, даже в режиме для всех, без вашего согласия, никто вам ничего не отправит. Можно заглянуть в настройки, где, во-первых, функцию можно отключить, а во-вторых, установить запрет на использование мобильного интернета для передачи файлов. Я так понимаю, мобильный интернет он использует, что называется, довеском, то есть совсем чуть-чуть, но даже это чуть-чуть можно отключить. И теперь на втором телефоне проделываем ту же схему. Сначала включаем функцию обмена с окружением в режиме для всех, а потом выбираем файл, который, собственно, собираемся отправить. Например, вот такое вот фото. Далее отправить и выбираем в качестве сервиса отправки обмен с окружением. Он начинает искать устройство поблизости и тут иногда обнаруживается зависание. По опыту на втором телефоне можно просто открыть еще раз обмен с окружением и с большой долей вероятности устройство наконец обнаружится. А вот увидел. Выбираем Redmi 4X. На втором телефоне нажимаем на принять. Все. Обмен пошел. Ну вот так. Примерно секунды полторы на фото. Это не считая процесса подключения, но я не думаю, что вы ради одной фотки будете этим заниматься. А когда вы передаете сразу кипу фоток или какой-нибудь большой файл, временные затраты на подключение уже не кажутся такими катастрофическими. Давайте в обратную сторону отправим, например, видеофайл на 120 мегабайт. Он долго думал, но отправил потом, я думаю, секунд за 10. Это я тут убыстрил. Ну и, собственно, присланные таким образом файлы попадут к вам в раздел загрузки. Не знаю, приживется ли эта технология. По логике что-то быстрое помимо интернет должно существовать для обмена файлами. Вопрос в том, насколько это быстро. Все любите друг друга, обменивайтесь только хорошими файлами, позитивными. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.